Друзья, здравствуйте! Сейчас всего 11 утра, но мы уже проводим наш эфир, потому что сегодня у нас в гостях замечательный человек. И вот вы меня хотите спросить, Лена, а почему у тебя на столе свечка? Я вам скажу, потому что мы сегодня празднуем день рождения, причем с утра. Так, я включаю барабанную дробь, пока я жду, чтобы наш гость к нам присоединился. Вот, барабанная дробь. Слышите барабанную дробь? Вот, я подготовилась. И объявляю, сегодня наш гость Александр Александрович. Догадались кто? Васильев! У него сегодня день рождения. Российский и французский историк моды, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий, почетный член Российской академии художеств. Я могу бесконечно продолжать. Я просто боюсь, чтобы не пропустить, когда ко мне постучится Александр. Автор книги «Красота в изгнании». Барабанная дробь продолжается. Русская мода, 150 лет фотографии. Боже, сколько книг он написал. И сейчас я все его жду, потому что я хочу поднять бокал шампанского. Вот, 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 по-моему, вот это, наверное, это он. Сейчас, 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 сейчас посмотри. Вот я послала дна его. Он здесь! Вот, получилось! Нет, ну вы слышали мою барабанную дробь? Вы слышали мою барабанную дробь? Доброе утро, моя дорогая! Доброе утро, вот свеча! Тортика нету, потому что иначе мне придется его весь есть. А я против. Я очень рад быть с вами на проводе. И что вы будете выпивать сейчас? Ну, вначале шампанское. Какой красивый цвет! Вот. Слушайте, как я рада вас видеть. Вы знаете, что мы с вами знакомы почти 20 лет. Вы пришли ко мне на передачу «Принцип домино». А я помню вас прекрасно. Прекрасно. Очень. Очень. А я уже побывал на Добром Утре. Был на Красной площади. Сегодня меня поздравляли очень многие. Да вы что? Я счастлив быть с вами. Леночка, я вас сердечно люблю и ценю. Вашу работу. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с этим проектом. Спасибо. Слушайте, а я хочу вам пожелать. Можно свои пожелания высказать? Да. Мне хочется... У меня такие шкурные интересы, при том, что я вам желаю. Я бы хотела все-таки увидеть в Москве ваш дом-музей. Я бы тоже хотел. Да. Мне кажется, может быть, не все министры этого хотят. Они просто не понимают, что делать. Это они понимают. Дело в том, что многие хотят распил бюджета, а я не пилильщик бюджетов. Знаете, это печально слышать, потому что... Надо пилить, да? Нет. Но потому что, понимаете, они вот вы в одном из своих интервью сказали, что когда-нибудь, когда вас не станет, они сделают такой дом, и будет это через сто лет. Нет, я хочу здесь и сейчас. И стыдно. Просто стыдно. Смотрите, Леночка, я недавно был на совещании музейных работников и министерств по случаю частных музеев и частных театров. Они мне сказали, да у вас все есть. Зачем вам какая-то помощь? У вас богатейшая коллекция. А здания? Хорошо, коллекция есть, мы же не спорим. А где это все? Вот мы можем увидеть. Нигде. Дело в том, что, например, одна дама из министерства сказала, что при министерстве есть огромное количество особняков и усадеб, отреставрированных на культурные нужды. Я говорю, ну вот один из них на культурную нужду. Дайте мне под выставочный зал. Мне сказали, эй, нет, мы должны бедным помогать. Но у бедных нету коллекции. Ведь дело в том, что моя коллекция очень привлекательна. И если бы не карантин, не пандемия, у меня посещаемость до тысячи человек в день. Потому что очень красивая выставка, она и приносит. Но помещение, я не могу и оплатить помещение, и реставрацию коллекции. У меня нет нефтяной скважины, помогите мне со скважиной. Но у меня постоянно выходят книги. Вот моя новинка, она вышла только в продажу вчера. Это «Корбла моды». Я очень рад о моде после пандемии. Прекрасная... Ух ты! Я надеюсь, что... Да, я надеюсь, что многие будут заинтересованы, потому что здесь и вещи из моей коллекции разные. А в каких магазинах уже можно купить? Во всех книжных. Во всех. Леночка, это Москва, Дом книги. Это, конечно, на Лубянке. Это огромное количество... А по интернету можно заказать? Конечно, дорогая. Я вижу, мне все время пишут красивые там сердечные пожелания. Спасибо всем подписчикам, которые пишут мне ласковые слова. Очень много. Я вас тоже люблю. Не могу каждому ответить, но я рад, что вы меня так поздравляете. И ваш лучший подарок – это купите книжку или закажите мои украшения, духи, фарфор, поездки. Ну, как-то проявите вашу любовь. Нет любви, запомните, есть только ее доказательства. А по поводу доказательства. Знаете, одна моя очень близкая, хорошая подруга. У нее много... Она производит одежду. Она очень крупный производитель. Как называется, скажите. Ну, нет-нет, я вам потом лично скажу. Очень много конкуренции. Вы скажете, они сейчас все закупят. Сейчас, подождите. Я вам скажу другое. Мы с ней разговаривали, и она сказала, что, ну, смотри, я так хорошо шью. Я даже, там, отшиваю Зару. Я отшиваю много. И все это уходит за границу. А так обидно. Я бы хотела, чтобы был наш бренд, который был бы тоже такой же классный. И если бы Александр Васильев дал бы свое имя, и мы бы вместе сотрудничали, а не работали... Что же она мне не звонит, моя кошечка? Ну, а до вас фиг дозвонишься, извините. Ну, это очень легко. Мне можно и написать, и найти меня и здесь, в Инстаграм, и ВКонтакте, в Одноклассниках, в Тейсбуке. Кто хочет, тот пишет мне прямо на сайт, в личку. Я не могу сказать, что я такой темная личность, которая ни с кем не хочет общаться. Я очень общительный. Но вы слишком востребованы. Вы очень востребованы. Это и есть та самая золотая часть медали, которую мы все хотели заслужить. Сейчас момент... Сейчас, знаете, a moment of glory. Это вот сейчас мой момент of glory. Да. Это слава. Фантастика. Ну, тут же поднился. Скажите, вот ваш момент of glory пришелся, ну, на вторую часть вашей жизни. Точно. А вот давайте вспомним первую часть. Давайте. В советское время. Как вам жилось? Вот Быков, он с Акуниным, я вот смотрела его беседу, и Быков доказывал ему, что в советское время жилось гораздо лучше творческим людям. А у вас какие ощущения остались от советского времени? Смотрите, так как я покинул СССР в 23 года, то я не могу сказать, что у меня была творческая жизнь очень развернутая. Я был слишком молод. Во-первых, я только закончил школу-студию МХАТ. Это вуз, и учился я там пять лет. В 21 год я закончил уже школу-студию МХАТ как художник-постановщик сцены. И на следующий год я поступил в аспирантуру Академии художеств на историю искусства. И на следующий год я уже в этом году, значит, это речь идет о 81-м, женился на француженке, подал документы и получил отказ. Потому что в СССР на все говорили нет, во Францию мужчины не могут, только женщины пускай к мужикам уезжают, а наши парни нет-нет-нет. Но так как я был очень смышленый паренек, и был человек, который с детства знал, в чем слабость других людей, а слабость других людей в коррумпированности, это правда, в лести и в сладкоежстве, все люди на это попадаются. Знаете, то, что называется honey trap, когда вы медовая ловушка, многие попадаются на секс, это другое удовольствие, кто-то попадается на тортики, как Надежда Константиновна Крупская, которая съела тортик в подарок, а остальное, он был отравлен и умерла в тот же день. Серьезно? Да, да, ее убили. Да, это всем известный факт. Но интересно, я зависела от АВИРа, когда была главная организация, которая выдавала эти визы на выезд. Ведь тогда надо было получить еще советское разрешение на выезд, не только французское на въезд, но и советское на выезд. И я стал ходить с подарочками к сотрудникам. Кому Томик Ахматовый, а кому Томик Цветаевой, это считалось прилично и дефицитно, нельзя было купить. Кто-то банально с конфетками, а я с французскими духами. Кому-то, понимаете, Фиджи, а кому-то и Шанель номер пять. Это уже, извините. И тогда отношение к вам резко меняется. А потом я просто пошел к начальнику АВИРа и принес ему большой французский коньяк Наполеон. И все, на этом все проблемы закончились. Ну и все, они не могли ничего решить, они же были все погонные. Они не могли решить. Я говорю вам правду. Они сказали, мы вам дадим совет. Не подавайте на временный выезд из страны. Вам опять откажут. Подавайте на постоянный. Я сказал, как вы меня толкаете в эмиграцию? Да. Как вы хотите, чтобы я уехал из страны, если я никогда еще не бывал во Франции и не знаю, что меня там ждет? Понравится еще мне или нет? Да, успех или мытье окон, что я поначалу и делал. Не стесняюсь. Недельку мыл. А они сказали, вам там будет лучше. Такого совета АВИРа я не ждал. И когда я подал новое прошение, надо было год ждать, потому что прошения были ровно через 12 месяцев. Такие были жуткие советские законы, жуткие. Неправдивые, но жуткие. И вот я подал на новый. И ровно через три дня мне приходит открыточка. Зайдите за получением загранпаспорта. Что значит, у них решение уже было готово. Принято. И я тут же, и в этот же день пошел покупать билет. Я думаю, не буду искушать этого БК. Год БК идет. Я получил этот паспорт. Стоило это довольно дорого. Я сейчас точно не помню, то ли 300, то ли более рублей, что для советского человека. А, зарплата была 120-90. 120-90. 150 была роскошная зарплата. 200 рублей замминистра получал. И я сразу купил билет. И сразу обменял деньги. Тогда можно было поменять, по-моему, 300 рублей на 3000 франков. Какие-то такие были. Помните законы? Конечно, конечно. И я купил этот билет. Я вам расскажу, если это интересно вам. Конечно. Купил этот билет в Париж. Это все-таки было 30 лет назад. 40 лет назад. 40 почти. Но я помню хорошо. И с этим билетом на Аэрофлот пришел домой и знал, что я улетаю типа послезавтра. И тут мне звонок по телефону. С вами говорит Аэрофлот. Так. Интересно. Вы у нас покупали билет сегодня? Да. Я говорю, покупал. Вы знаете, вы нам деньги не заплатили за него. Я говорю, простите, билет у меня на руках. Как он у меня появился? Я же не медиум. Вольф Мессинг. Который мог вас каким-то образом заколдовать. И билет вы не могли мне выписать. Там все подсчет. Там касса отдельно. А женщина, которая выписывает, отдельно. Там не было возможности не отдать деньги. Это же мы не какому-то агенту их отдаем. Понятно, понятно. Платим, квитанцию выписывают. Я говорю, посмотрите ваши квитанции. У нас не хватает этой суммы. Типа вымогают взятку. А-а-а, да вы что, аэропорта. Не хватает этой суммы. Я говорю, дорогие мои, вы ищите среди других пассажиров, а не среди тех, вы знаете, мне было 23 года, какой наглый, который завтра утром улетает в Париж. Спасибо за внимание, до свидания. Проходит час, звонок. С вами говорит военкомат. Я говорю, здравствуйте, очень приятно. Мы просим вас, послушайте, как пугали меня. Завтра утром с вещами в Афганистан. Я говорю, погоди, дорогие мои, 23 года. Вот смотрите, какой у меня был уже ум. Я сказал, без медкомиссии в армию не берут. Я еще не прошел медкомиссии. Как вы можете предписывать мне направление этого самого направления, если вы не знаете, я, может быть, вообще негоден к строевой службе. Он говорит, ну, все-таки мы ждем вас срочно. Вот прицепились. Да. Завтра, я сказал, я улетаю в Париж. Как? У вас что? Я говорю, вы знаете, без разрешения военкомата сагранпаспорт не дают. Они что, тоже помогали? Они пугали для того, чтобы я уехал и не вернулся. А почему? Ну, вот вы же не оппозиционер. Вы вообще-то родились золотой ложечкой. Именно, я сын богатых родителей, известных людей. И им такие челноки, а это называлось тогда челнок, который то там побывал, то там не нужны были. Им я был нужен. Либо тут, либо сгинул туда. Прощай, до свидания, ты нам больше не нужен, до свидания. И так могло бы случиться. Но ситуация сложилась. Я действительно, можно сказать, безвыездно во Франции. Ну, кроме того, что я ездил там в США, в Асландию, по всей Европе. Очень много работал и в Турции, и где угодно. И в Италии, и в Швейцарии. Все это было в 80-е годы. Я до 90-го года не мог въехать. Только в 90-м году мне дали первое разрешение. А вы знаете, на каком основании? Просроченный паспорт. Понятно. А я сказал, он просрочен, но ведь его можно продлить. И в посольстве, как делают, я сказал, сотни тысяч граждан, живущие за рубежом. Нет-нет, вам надо, сказали мне в посольстве в один из дней, когда я уже был во Франции, срочно вернуться, отслужить службу, а потом назад в Париж. Я сказал, погодите, любая служба – это доступ к секретности. Правильно? Собственно, вас не проведешь. А я очень подкованный, со мной трудно разговаривать. И, естественно, сколько вы считаете после службы, я должен буду отсидеть в России до возвращения во Францию? Десять лет. Мне сказали, десять лет. Я сказал, спасибо, я не поеду. Понятно. Погодите, не все. Сейчас я еще заложу одного человека. И один из высших чиновников посольства, тогда СССР, знаете, что он мне сказал? Я бы на вашем месте тоже не ехал. Да. То есть они меня здесь напугали, чтобы я поскорее уезжал, а там сказали, не возвращайся. Ну, и отсидел, пока не пришел новый Ельцин. Тогда изменились законы. И тогда я, дорогие тролли, для вас, на красной ковровой дорожке, на белом коне приехал уже известным человеком и стал преподавать. Сначала у меня были лекции, например, в Доме моды Зайцева, в школе-студии МХАТ. Меня принимали очень хорошо на телевидении. Была Наталья Козлова со своей программой «Магии моды», которая меня очень любила показывать. Девяностые годы. Потом меня стали звать в разные жюри конкурсов. Я ездил, тогда же была еще дружба. И от Киева, Минска, Львова, Риги, Тбилиси. Постоянные эти гастроли. Сибирь, Новосибирск, Владивосток. Это все развивалось. И потом постоянные программы на телевидении. Конечно. Это точечные. Я не вел ничего. Но я все время мотался туда и туда, пока, наконец, не наступил роковой год в моей жизни, 2003, когда скончалась моя мама. Это был, конечно, как для всех, большая печаль. Семейная драма и вхождение в наследство. А в ту пору был закон о годичном вхождении в наследство. Надо было год ждать, прежде чем признают. О! И этот год я стал проводить здесь, не только в трауре и в слезах, но разбирая архив, разбирая квартиру, все эти бумаги, что рассказывать. Кончилось тем, что сразу прознали, что я здесь. Сразу мне предложили работу, которая оплачивалась в разы выше, чем в Париже. Ну, потому что в России в те поры была очень уже богатая страна. Речь идет о двухтысячных, помните, тогда были бешеные деньги. Я делал очень много интерьеров, это пользовалось успехом. А интерьеры каким-то богатым людям или... Миллионерам, миллионерам. А как вы их находили? Я работал в студии, в студии интерьеров, куда меня пригласили дизайнером, и они имели клиентуру роскошно-рублевскую. Ага. Ну, вот. И они на имя, туда мы делали какие-то рестораны, какие-то вкусные магазины, частные квартиры, дачи. Все это было очень мило, все было в старинном антикварном стиле. Ой, мой любимый стиль. Так, я знаю ваш интерьер, он красив. А дальше меня стали приглашать на телевидение, и первый, кто откликнулся, канал «Культура». И я на «Культуре» записал приблизительно шесть документальных сериалов. «Дуновение века», «Дуновение века-2», «Дневник Щеголя», «Терпкая тайна», и еще два. «Анфилада» еще какой-то, в общем, их было пять или шесть. Я вам их перечислил, они все есть в интернете, на YouTube, вы их можете посмотреть. Я там молоденький, фильм про Дягилева, вот я сейчас вспоминаю, вы его недавно показывали. И этот успех, да, я уже тогда работал в «Воге» и в «Харперсе». В «Воге» я работал корреспондентом в Париже, а в «Харперсе», они меня перекупили из «Харперса», и я писал под псевдонимом Халинка Дорсувна юмористические заметки, они пользовались большим успехом. Слушай, какой талант! И после этого у меня параллельно шли спектакли, я все время делал в разных театрах мира декорации и костюмы, в основном балеты, оперы, фильмы иногда, все это хорошо шло, пока не созрел первый канал. И тут они с программой «12 лет назад», программа «Модный приговор», приходите к нам. И вот... Все, прекрасно. Так что в моем шкафу нет скелетов, запомните. И вот есть такие люди, которые про прошлое на молнии ничего не хотят сказать, потому что их прошлое... А, туманно, Б, неясно, Третье, много там всякой дряни и... Тараканов, много тараканов. Я с удовольствием. И я хочу сказать, когда спрашивают, кто Васильева тянул? Никто. Вот. Никто. Ни за уши, ни за нос, ни за другие места. Так, подождите, подождите. Сейчас я вас поймаю. Давайте. Ну, начну я с того, что в свое время президент Буш, младший, пришел на ежегодную встречу учеников своего университета и заявил, что я хочу там поднять тост за всех троечников, потому что именно из них появляются президенты и вообще великие люди. Теперь ближе к вам. Что? Вас ведь из школы выгнали. Был дело такое из простой средней школы. Да, у меня была неуспеваемость по четырем предметам. Химия, физика, алгебра и геометрия. Теперь я хочу сказать, ни один из этих предметов мне в жизни не пригодился. Даже в 10 минут не пригодился. И я понимаю, что это важные дисциплины. Но я хочу сказать, а почему тогда не изучать в школе, например, этикет? Очень хорошее предложение. Или, например, личный гардероб. Почему не изучать по виртуальному воспитанию? Я за. Но я хочу вот что попросить вас. Подождите. Вот скажите это родителям и детям, у которых дети троечники и двоечники. А вы знаете, мы наняли педагогов, мы наняли педагогов, и я все эти экзамены в девятом классе переиздавал. И переиздал на троечку. Химию, физику, алгебру и геометрия. Была двойка. Во-первых, потому что я прогуливал очень много. Мне очень не нравился запах в химическом классе. И очень не нравилась химичка наша. Вот. И также я хочу сказать, что мне в жизни пришлось очень много чертить, когда я делал декорации. И геометрию я овладел по миллиметровой бумаге. Мне пришлось. Я хорошо чиню электричество. Но не потому, что меня научили делать это на уроке физики. Я хорошо чищу серебро и химической реакцией. Но не потому, что меня учили этому. Я считаю, что эти знания очень полезны и нужны. Если соду с солью, с кипятком и с алюминиевым листом можно запросто вычистить ваши столовые приборы. Понятно. Слушайте, вернемся к вашу любимую фразу. В одном интервью вы сказали, что для вас Москва или Россия это мама, а Франция или там Париж это мачеха. Вот у меня те же самые отношения с Нью-Йорком. И я вам могу рассказать вообще этот город мой любимый по запаху. Вот тут вот Литл Италии, вот тут Литл Индия, вот тут вот Гарлем и все. А тут Чайна Таун. Это обязательно Чайна Таун. Вы можете рассказать о своем любимом городе, вот какие-то такие вот самые яркие, может это запахи, может быть это какие-то другие вот такие точки. Я всегда интересовался модой. И Париж для меня был центр моды. Были улицы недоступные мне, с великолепными ценами и потрясающими манекенами. Такие как Авеню Монтень, как Фубур, Санто-Ноге, где был Диор, где был Эрмес, где были потрясающие витрины. Я застывал от этого дизайна. Сейчас, конечно, все это не то. Все это очень упало низко-низко. Когда я смотрел на витрины Шанель, когда я смотрел с каким обаянием оформлялись эти вещи. Были улицы Секонд-Хэнда, где можно было купить очень много. Вот, фолошинные рынки какие-то. Это потом. Были улицы Обуви, где я всегда знал, где в ту пору, когда я был очень небогат, можно было купить за четверть цены первоклассные модели из лучших материалов. Замши, кожи. И такие улицы были раньше, теперь тоже меньше. Были улицы Ткани. Это Машей Сан-Пьер, где я всегда для спектаклей. И я был любимый клиент, потому что я покупала на очень большие суммы. Тогда были другие, во Франках, я считал, тогда были очень большие суммы на спектакли. Мне выделяли, и я закупался для национальной оперы Исландии. Я много работал для США, я работал в опере Сан-Ценнати, в опере Лас-Вегас. И мне надо было туда ездить с тканями, потому что в США был хуже выбор, поверьте, чем во Франции. Парижские ткани были качественнее, деликатнее, интереснее. В Америке было хуже с этим. И в тот момент я очень много покупал кружева на метры. Были магазины, где были только шляпы и к ним приклад. Были магазины, где были только перья и цветы. То есть настолько это было разнообразно, сейчас этого ничего нет. Это умерший Париж, который оставался еще от 19 века. Были магазины корсетного белья, перчаток, понимаете? Это все ушло в прошлое, бижутерии. И вот для меня Париж был знаком географически, потому что, когда я начинал в Париже, я сразу нашел работу в театре. Через два месяца каникул я уже был на зарплате художником в театре «Картушри». Это была такая знаменитая режиссер Ариадна Мнушкин. И эта Мнушкин была топовым режиссером, немножко как Галина Волчих. Вот так можно сравнить. И эта Мнушкин имела очень знаменитый театр «Картушри», где было несколько залов. И в один из залов они пригласили меня с еврейским режиссером Евой Левинсон. Это была бывшая ассистентка и любовница Антуана Витеза. А Витез считался топовым режиссером, знаете, вот как у нас, вот Кирилл Серебренников сегодня. Потому что он был, этот Витез, личным секретарем Арагона. И, в общем, у него были недосягаемые такие высоты. И я работал с ними мой первый спектакль «Папесса и Уанна» про то, как в Ватикане в средние века одна женщина стала римским папой. И это был факт такой. И она родила в день вступления на папство. И знаете, к чему это привело? Так. У всех пап сейчас кресло с дыркой на причинном месте. И каждый кардинал должен прийти и руками потрогать, есть ли яйца. Это действительно правило Ватикана. Чтобы женщина не прокралась. Они приходят и делают так. Ну, хорошо. Перчатка. Хорошо, это важно, это важно. Да, так что никакой заразы. И очень забавная вещь, очень забавная вещь про «Папессу и Уанну». Я делал костюмы и декорации. И для того, чтобы подработать, мне предложили, а не хочешь ли ты развешивать афиши своего спектакля? И тогда мне дали скотч, две сотни афиш, сумку. И я сам ходил в кафе, в галереи. Надо было это делать под подпись, потому что иначе скажешь, повесил, а выкинул в помойку. Подписывали. И мы вешали. Я ходил тогда с очень хорошим русским другом, который стал потом мультимиллионером Мажаровым, которого потом убили за какой-то сахар в собственной квартире. Ну, это уже девяностые годы. И мы вешали эти афиши. И я Париж знаю ногами, потому что мне пришлось так много раз по всем улицам. Он маленький город. Кстати, Москва – это небольшой город. Так много ходить и бродить, икры болели, что я пешком ходил от одного, одних ворот Парижа, от периферика, до других. Я проходил это за час двадцать. Так быстро? Пешим шагом. В принципе, я не бежал, но Париж не такой огромный город по своей территории. Но очень много узких улиц, очень много переулков, вы сами знаете. И, конечно, никто не хотел кафе в узком переулке. Хотели, чтобы публика приходила. Почему мы делали афиши? Тогда не было интернета. Нельзя было сделать оповещение, знаете, послать. Только визуально. И вот я вешал, 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 вешал. И Париж мне стал очень близок. Что еще рассказать? Вот тут спрашивают, а почему при таком успехе в Париже, и не только в Париже, я знаю, что вы лекции читаете на четырех языках. Правда. Это на каких? Английский, французский, русский. Испанский. Испанский. Да. Так вот, вас спрашивают ваши поклонники, а почему вы все-таки решили вернуться сюда? Тут появилось больше возможностей. Я же только что, они поздно подключились. Я сказал, что скончалась мама. Я приехал сюда. А, из-за этого, но потом вы решили не поздно. Все, 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 понятно. Нет, у меня появилась такая загруженность по телевизионным проектам. Да, да, да. Что мне просто это... Поймите, можно я скажу нашим слушателям правду? Хрен, редьки не слаще. Трудно жить везде. Нету страны в мире, где легко жить. Это не Нью-Йорк, не Париж, не Лондон, не Москва. Это не Токио, не Гонконг, не Сингапур. Везде свои сложности. Легко жить только там, если у вас куча ворованных денег, масса охраны. И вы можете на эти деньги покупать что угодно и не отвечать за налоги. Но если у вас другая система ценностей, и если вы работаете, сами зарабатываете, трудности есть везде. И везде можно добиться успеха. Если у вас есть ум, если вы не ленитесь, и если у вас есть способность к языкам. Почему так много наших с вами соотечественников, которые поселились и в Америке, и в Израиле, и в Англии, не смогли добиться успеха. Почему? Язык. Да. Язык. Они никогда не овладели языком. Они не смогли общаться с кругом. Native people. Да. Те, кто там живет, от которых зависит все. Слушайте, пока мы на теме эмиграции, у меня такой вопрос. Вот русская эмиграция, вот старая, аристократы. Да. Вот в Америке я наблюдала их, и они у меня вызывают жалоб. Почему? Я сейчас скажу. Вот они приходили в консульство наше. Консульство устраивает там какие-то мероприятия. Вот они приходят, и я вижу людей, которые не состоятельные люди, которые благотворительностью занимаются и продвигают культуру. Нет, это люди, которые стараются свою русскость сделать источником дохода. Вот они ходят, они берут деньги, там, в Россотрудничество, в МИДИ, там, какие-то три копейки. И это все так уныло и, на мой взгляд, убого. А я себе представляла аристократию, как кино показывать. Вот скажите, во Франции. Вот сохранилась ли там потомки вот той русской аристократии, и какое они вызывают в вас ощущение? Леночка, вам плохие попадались. Ну, какие были? В консульство русское не ходят. Хорошие аристократы у Россотрудничества денег не просят. Это какие-то плохие вам попадались. Мне попадались совсем другие, которые никогда в жизни не пересекли границу советского посольства. Которые никогда не пошли в церковь русской нашей загорской патриархии. Вообще из принципа, которые даже не хотели общаться ни с одним выходцем из СССР. Есть совсем другие люди. Просто вам попадались те, которые были уже немножко осовечены. Они... У них, я думаю, просто не сложилась своя жизнь, поэтому они... Но были и другие, которые говорили, нет, не будет этого, не будем с ними общаться. И не простим им то, что отобрали дворец, квартиры. Скажите, а они стали частью жизни в России? Ну, естественно, если у них были дети, не у всех были дети. Не все смогли дать потомство. Но те потомки, которые остались, они, конечно, утвердились. И некоторые достигли очень больших... Скажите, а в поведении есть разница между ними и, скажем, нашей аристократией? А безусловно... Нет, погодите, какая наша аристократия? Российская. Ну, вот потомки же есть. А у нас нет аристократии. Ну, потомки, ну как, они себе находят, вот, ссуют это дерево. Здесь, здесь, в России, в России, в России. Ну, вот сейчас вот, вот мы здесь живем, здесь и сейчас. Погодите, у нас есть потомки даже княжеских родов. Это Аболенские, Голицыны, Трубецкие, одна Апраксина, но их очень мало. Я еще могу добавить, может быть, четыре какие-то фамилии, но их очень мало. На самом деле, наша аристократия, разветвленная, обширная, в сталинскую эпоху, были репрессированы практически все и уничтожены. Самое грустное, что в Петербурге, колыбели аристократии, не живет ни одного титулованного дворянина из России. Титулованного, а не просто дворянских кормей. И таким образом, ну, конечно, они совершенно другого качества, они даже между собой не очень дружат. Они говорят, вот эти советские аристократы, а мы и корейские аристократы. Есть, конечно, форма не то чтобы снобизма, но какой-то неприязни. Но что их объединяло? Церковь. Аристократы за границей были настоящие православные. Они чтили все праздники, они были всегда в храме. Они знали, они уважали все традиции, они любили эти традиции. И они были людьми потрясающего нрава. Для них память, память отца, деда, прадеда, прапрадеда значило очень много. Для наших большинству даже мало кто знает, где прадедушка позоронен. Погодите, есть один персонаж. Вот он. О, красавец, красавец. Это мой котик. Этот котик тоже меня поздравляет с днем рождения. Ой, какая прелесть. Это французский, да? Нет, это черный мопс. А, черный мопс. Режий, обычно не бежевый, этот черный. Его зовут котик, ему 14 лет. А кто с ним гуляет, когда вы уезжаете? Есть группа поддержки. И я сегодня с ним гулял в 7.30 утра, потому что я был на Красной площади сегодня в добром утре. Котик бы хотел дальше гулять, но нельзя. Ну, холодно ему уже. Слушайте, возвращаясь... Он... Возвращаясь к теме аристократов. Вы знаете, что меня удивило? Бизнесмен Евгений Лебедев стал пожизненным пэром. Ему это... В Англии. В Англии... Нет, это продается. Да, вот я как раз хотела спросить. Продается, недорого. Можно купить лорда, можно купить... Но это все абсолютно ничего не значит. Я хочу сказать, что это не билетик высшее общество. Вот как раз это хотел спросить. Нет, нет. Это называется пёрышком по животу. То есть для собственного удовольствия, да. Понимаете, вот когда я работал здесь для одного очень-очень богатого олигарха и делал ему квартиру, он сказал, я хочу вам заплатить и сделать подарок. И вызвал для меня ряженого, ряженого аристократа, ряженого аристократа, который дал мне вот такую квитанцию, и там было написано, что я пожизненно граф Васильев. Я сказал, вы знаете, мне достаточно, что я Александр Васильев, и я буду рад, если какая-то настоящая коронованная особа меня пожалует каким-то титулом. Но ваш титул, к сожалению, не имеет веса. У меня есть такая квиташка, там написано, что я граф, но я знаю, что это неправда. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот я обратила внимание, что самую интересную одежду можно купить не в больших магазинах, я говорю вообще про Нью-Йорк, а в замечательных секонд-хендах. Ну, безусловно, потому что... Вот как вы относитесь вот к тому, чтобы покупать вещи? Я считаю, что секонд-хенд, Леночка, это наше все. Почему это наше все? Потому что в ту пору были другие материалы. Материалы очень испортились, шитье очень упало, фурнитура очень упала, а в другую эпоху были другие пуговицы, другие молнии, другие крючки. Были другая обработка швов. И главное, чтобы были другие лекала и вещи, которые... Сейчас же ведь массовое производство затмило все. Сейчас надо сделать так быстро и так много, чтобы это все как бы сразу понравилось миллионам людей. А раньше было очень много индивидуальных подходов. Я лично редко хожу в секонд-хенд для себя, но часто для своей коллекции. Это разные вещи. Почему? Потому что моя фигура нестандартна для старинных мерок. Я не считаю себя великаном. У меня метр семьдесят пять сантиметров. Это мой рост. Не потому, что я очень высок или очень низок, но представьте себе, раньше люди были стройнее, меньше у них были руки, меньше голова, ни одна шляпа мужская у меня не нарезает. И меньше ноги, хотя у меня просто сорок третий размер, ничего такого величественного, не сорок восьмой, как у теперешней молодежи. Но я не смогу найти часто то, что мне надо. Зато для моей коллекции я очень много покупаю, особенно в Литве. И я вам открою дикую тайну. Литва маленькая страна, но там находится центр европейского сбора Красного Креста. Почему в Литве, почему не во Франции? И там самая дешевая аренда и самые низкие зарплаты. И это Евросоюз. И то, что люди жертвуют в Швеции, в Германии, в Италии, в Испании, во Франции, в Англии теперь уже не жертвуют, потому что они ушли из Евросоюза. В Бельгии, в Голландии. Все везутся фурами в Литву. И там в огромном ангаре, как аэропорт, стоят так называемые не эскалаторы, а конвейеры, которые двигаются. Туда вываливается одежда. И женщины сортируют пальто в одну сторону, джинсы в другую, майки в третью, а дальше новая сортировка среди этих по цвету, по форме, по обработке, что надо выкинуть, потому что одни дыры, что надо обработать. Ну и туда можно поехать на распродажу? Нельзя, но директриса моя фанатка. И она мне говорит, когда вы в следующий раз приедете, вас ждет 36 мешков винтажа и три вещи, а 36 мешков. И я за деньги покупаю, я покупаю за деньги. И я вам отобрала, я и должен делать предзаказ. Отложите все платья 20-х годов, представляете? 30-х, 40-х, 50-х, 60-х. Отложите мне мужские фрачные рубашки или мужские фраки. Понятно. Отложите мне горжетки. Ну все, мы уже завидуем. Мы уже завидуем и понимаем, что это только для вас, потому что вас любят. Простые люди не могут себе вот так вот взять, приехать туда. Нет, нельзя. Хорошо, понятно. И они меня привозят в специальную комнату, и я должен это все отвесить, что я куплю. И надо решить моментально. Там, например, свадебные платья старинные. Да, да, да. Я все это отбираю. Дальше плачу. Всегда счет большой. И счет. Но я покупаю так много, пару мешков, что это мне делает, ну, полторы-две выставки уникальных вещей. Ручной работы с грифами. Что я там, я поквалюсь, что я там покупал. Люсьен Лилонг, Пату, Шанель, Диор, Теремюглер, Бальмен. Ну так, чтобы поснабировать. Потому что они сыграют все после умерших. Понимаете, старушка могла же одеваться и в Бальмене, и в Диоре. Но кто будет разбираться в ее гардеробе? Весь гардероб в красный кресло. Понятно. Подождите, я хочу вам задать, вот вы сказали Шанель. Мы все любим Шанель. Но у меня такой вопрос. Мы же знаем, что Шанель была замечена в симпатиях и даже в сотрудничестве в свое время с нацистами. Она нацистка была, да. Вот нацистка. Ваше отношение к ней не меняется при этом? Вы знаете, я никогда к ней хорошо не относился. Не до этого признания, не после. Но она была деловой человек с чувством стиля. А моральные принципы ее были очень низки, потому что у нее было очень сложное начало. Ведь она долгое время вообще скрывала все о своем детстве, о своей юности. И последняя версия была в том, что она воспитывалась в монастыре Обазин для сирот. Но последнее исследование 2020. Книг прихода в монастырь Обазин говорит о том, что ее привезли, но она оттуда быстро сбежала и занималась проституцией. Пока ее не поймали. Но у нее был навык работы с мужчинами много выше. Работа с мужчинами. А как это еще назвать? Правильно очень. А чем это? Они работают с мужчинами. Навык работы с мужчинами много выше, чем у других ее сверстниц. Это объясняет ее потрясающий успех у других женщин. Так. Слушайте, значит, можно быть низкой моральной качественности, но безупречный вкус. А вы знаете, никто не без пятен. Даже на солнце есть пятна. И я считаю, что моральное, особенно телесное удовольствие, это личное дело каждого человека. И я считаю, а морально изучать, кто с кем спал, в какой позе, сколько раз. Нет, это как раз неинтересно. Я считаю, что это не касается абсолютно никого. Да, но когда я говорю моральное качество, я имела в виду не кто с кем спал. А то, что она была предательница и антисемитка. Да, она была предательница и антисемитка. Хорошо. Да, она была такая. Но в таком случае это только усиливает. Слушайте, мне не простят, если я не скажу несколько слов о нашей любимой с вами передаче. И я скажу, что меня возмущает. Можно? Приходит к вам мужчина, приводит свою жену, которая мать троих его детей. И да, она там располневшая, да, она такая никакая. И говорит, ну вот сделайте что-то такое с ней. А мне хочется сказать. Значит, смотри, эта женщина располнела и не следит за собой, потому что ты ее не вдохновляешь. Правильно. Потому что у нее на тебя нету, не горит глаза. Она уходит с головой в пеленке в ребенка или там в работу. И вообще-то в мозги надо вправлять тебе и посмотри на себя. Леночка, я вам дам ответ. Да. Вы правы. Все, что вы сказали, стопроцентная правда. Но в России плохая статистика. Мужчин на 11 миллионов по переписи населения 19-го года меньше, чем женщин. И женщины знают, мужчин нет. Поэтому женщины в России всепрощающие существа, какой бы он ни был, пьющий, гулящий, вонючий, толстый, ленивый, плохенький да свой. Да свой. И тот факт, что он при ней, а не при соседке Светке, ее окрыляет. И действительно, часто женщины полнеют, но часто и худеют ради этих монстров настоящих. И идут на диеты, и идут на операции пластики, и меняют себе волосы, ногти, носы, что угодно. Правда? Только ради того, чтобы не потерять этого человека. Почему? Потому что в Европе мы с этим не сталкиваемся. Мужчин на 5% больше в большей гарантии. Да! И в Европе мы видим, идет красавец мужчина, а рядом с ним, ну, обыкновенная какая-то педушь. Ну, это точно так, как петух и курица. Курица бывает красавица? Нет. Петух всегда. Да. Поймите. Павлин и цесарка. Поймите. Лев и львица. Что мы говорим? Самое редкое качество у мужчины – это красота. А у женщин – ум. Слушайте, в одном из интервью вы заявили, сегодня в моде дурной вкус. Почему? Потому что сегодня мода массовая, а массы, как правило, люди, которые никогда свой вкус не рафинировали и не воспитывали. У них нету такого интерьера, как у вас, Леночка, где гравюры с красивыми видами старинных городов. Я вижу их отсюда. Висят и говорят о том, что у вас широкий внутренний мир. Вы любите историю, географию, архитектуру. Как минимум это. А что мы видим у других? В крайнем случае пальму и она на фоне пирамиды. Это другой подход к миру. Понимаете? Другой. Кто-то скажет, что-то там Васильев на фоне многоуважаемого шкафа из красного дерева сидит. А он эпохи ампир. Это эпоха Пушкина. Но им, может быть, это не вдомек. Им скажут, а у меня вот древесно-струшечная плита из икеи. Почему у него зеленые занавески? А потому что это любимый мой цвет. Я чувствую себя в саду каждый день, когда я в своем кабинете. Зелень у меня ассоциируется с листвой. Как воспитать хороший вкус? А что же мы молодежи? Родителей надо воспитывать. Потому что, конечно, это врожденный ген, я уверен. Как и слух. Я много раз про это говорил. Слух же бывает у людей, а бывает без слуха, правда? Вкус, если родители Вас с детства пичкают пластмассовыми игрушками или каким-то нейлоновыми мишками. Если у них играет дурацкая музыка. Смотрят ужасные мультфильмы. Потому что есть хорошие, а есть плохие. Как и во всем. Если они Вас учат только хорошо и плохо. А нету такого термина. Это красиво, а это некрасиво. То Вы никогда не сможете выработать. Догонять в двадцатилетнем, в тридцатилетнем можно, но поздно. И я знаю многих женщин, которые поменялись, даже слушая мои лекции, читая книги, приезжавшие со мной, они становятся леди. Но это всегда поздно. Всегда поздно. Они, конечно, очень стараются. Дай Бог им счастья. Спасибо Вам, мои ученицы. Потому что я сделал Вам хорошую рекламу. Я везде написал, что мы сегодня на проводе. Да, 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 да. Не знаю, сколько сейчас нас смотрят людей. Сейчас нас смотрят две тысячи... Там очень много. У меня столько. Две тысячи сто сорок человек. Две тысячи сто сорок человек. Я Вас всех поздравляю. Спасибо, что Вы нас смотрите. И Вам милее. Конечно же, ну что вы. А как не прийти на Ваш день рождения, о чем Вы говорите? Ну, мне приятно. Скажите, вот было ли что-нибудь, что Вы вот грустите, что Вы не успели, не сделали или еще хотите сделать? Да, смотрите. Чаще всего это связано с встречами или интервью с какими-то интересными людьми, которые были вроде бы недалеко, но я до них не дошел. Вот, например, я очень горюю, что я не взял никогда интервью у Анны Стэн, у актрисы, которая жила в Америке, а потом в Монте-Карло, и я мог бы ее найти, но у меня не было никакого контакта. И тогда не было интернета. Тогда поиски людей были очень осложнены. Это только по блату. Найти человека, который мог бы сказать вот здесь, кинозвезда Анны Стэн, вы могли бы с ней поговорить. Правда, это касается каких-то уникальных деятелей культуры, артистов балета, художников. Но я так многих застал, что, в принципе, мой эгоизм наполнен. Я знал РТ, Бушена, Александру Данилову. Мне есть Валентину Кашубу, Ксению Трипалитову. Мне есть о чем рассказать вот так. В книжках, не в книжках, правильно, да? Но еще очень важно, конечно, то, что мы пропустили. И часто это связано еще с упущенными покупками. Так как я люблю старину, я очень многие годы вспоминаю какие-то некупленные мной предметы мебели. Некупленные? Потому что я не смог, и больше я их ни разу не встречал. И картины, мне так обидно, хотя я просто настоящий склад из живописи. У меня в коллекции 2500 полотен живописи. Ой, слушайте, ну вы же можете сделать интернет-музей, чтобы мы как-то вовремя уходили. Вот тот, кто интересуется, вы можете сходить, называется василийфаундейшн.дотком. И они его найдут в интернете, и там только 6000 экспонатов, ну это 6000, отфотографированных, измеренных, описанных. По-английски есть перевод по-русски. Так что они могут посмотреть, полюбоваться, и мы все время вносим. У меня есть сотрудники, которые в Париже это делают, сотрудники в Литве. Всего в фонде работает больше 20 человек. И кто спросит, хочу к вам на зарплату, не возьму. Все, у меня нет возможности, не пишите. И мало того... Вы студентов берите, студентов. Как и вам. Ларек сгорел, купите новый, подарите мне холодильник. Хочу автомобиль. Последний мне очень понравился дядька. Сказал, я очень хочу поехать к своей маме в Молдову. Но денег не хватает. Что вам стоит купить мне билет для того, чтобы я поехал к маме? Вы все это читаете? Я читаю все время. И я думаю, ну вот что у него в голове? Вот именно. Ну, взрослый дядька, пойти на работу. Отработай ты свой автобус или самолет. Ну, не просил другого дяди, который вкалывает каждый день, как собака, еще какие-то деньги. Александр, последняя минута у нас. Еще раз хочу поднять за вас бокал. Поздравляю. У вас безумно интересная жизнь. Можно говорить и говорить. А главное, что самое интересное впереди. Чтобы вам было еще больше впечатлений хороших. Леночка, вы приедете. Чтобы глаза горели. Спасибо, что вы в день рождения меня поздравили. Что меня пригласили на свой эфир. Мне было с вами очень хорошо. Вы потрясающая ведущая. Вы полноценная, интересная, глубокая женщина. И с вами разговаривать одно удовольствие. Спасибо. Удачи и здоровья. Люблю, see you later. See you. Bye-bye.